Привет, друзья, с вами Бора. Сегодня я расскажу вам, что нужно подкрутить для того, чтобы ваш аим на экспоненте стал очень клёвым. Также посмотрим, какие настройки лучше всего поставить, чтобы раскрыть весь потенциал экспоненты. В прошлом я уже переводил видосы этого чела, которого зовут Апшелл, и я решил снова вернуться к работе над его советами, потому как чел, которого я переводил последние полтора месяца в своих советах, льёт очень много воды для того, чтобы просто-напросто растянуть видосы на 10 минут и получить за них больше денег с монетизацией. Я его прекрасно понимаю и сам не против заработать денег, но рассказывать 10 минут о том, о чём можно спокойно рассказать за 5, это уже перебор, как по мне. Поэтому я хочу попробовать поработать над трудами других ребят, которые играют на геймпаде. Приступим! С радостью хочу вам сообщить, что я наконец-то понял, как я смогу выжить максимум из экспоненциальной сенсы. Для тех, кто не в теме, я очень и очень долгое время играл исключительно на Легасе сенсе, но из-за последних событий был вынужден перейти на линейку или экспоненту. От себя добавлю, что чел играет с первого сезона, сперва на PS4 и недавно перешёл на ПК плюс геймпад. Играет на геймпаде Скаф. И если вы сейчас находитесь как раз в таком же положении, то я попробую помочь вам выбрать более подходящую сенсу для вас. Что ж, давайте я покажу вам, что именно сделало мой АИМ на экспоненте потрясным. Я провёл очень много времени играя на экспоненте после перехода с Легасе и я не понимал, какого чёрта происходит. Какую штуку нужно крутануть, чтобы АИМ-ассист работал как полагается. Я пытался крутить настройки чувствительности, ещё другие темы крутил. Я тоже пробовал на линейной сенсе, но там эти же значения ощущались совсем по-другому. Что бы я ни делал, приводило к тому, что целиться было очень сложно. Прицел мотало туда-сюда и вообще это был полный мрак. И я не мог взять под усы ни линейку, ни экспоненту. До тех пор, пока кто-то мне посоветовал включить одну настройку. Вы не поверите, это сразу же поправило все проблемы с АИМом на экспоненте. Вот сразу же. Я вижу, что вы, ребята, пишите много комментариев со всевозможными проблемами и искренне надеюсь, что этот совет вам поможет так же, как и мне. Вот эта штука изменила всё. Время ослабления. Одна, родненькая. Я уверен, что включив эту настройку, у большинства людей исчезнут проблемы, поэтому прошу вас слёзно. Включите этот параметр, плиз, если до сих пор он у вас стоял на нуле. Этот параметр помогает прицеливании. Именно в тот момент, когда перекрестие прицела наводится на врага и вы начинаете стрелять. И работает он совсем коротенький промежуток времени. То есть, когда вы правым стиком ищите цель, эта тема как бы замедляет вашу сенсу при прицеливании, делая её более контролируемой. И этот параметр очень важен, когда вы делаете едва заметные касания стика для прицеливания. Но оно не будет работать, если вы будете тыркать свой стик со всей силы. Для тех, кто хочет посмотреть все мои настройки, вот, пожалуйста. Я поставил пониженные значения для строительства. Горизонтальная и вертикальная сенса стоят на отметке 44, и оно реально ощущается немного быстрее, чем сенса Legacy. Вот такие значения для горизонтальной и вертикальной скорости камеры и горизонтального и вертикального ускорения у меня стоят. Эти значения отвечают за чувствительность при прицеливании, когда летите на ланчпаде или приземляетесь на глайдере. Ну, и знаменитая мёртвая зона у меня стоит максимально низко, насколько это возможно, чтобы камера не начинала дрейфовать. Такие вот у меня настройки. Очень надеюсь, что они вам помогут играть ещё лучше, поэтому не забывайте поставить лайк на видео, оформить подписку, если до сих пор этого не сделали, а также использовать мой тег Bora3232 при трате бибаксов в Fortnite или покупке игр в Epic Games Store. Если вы переходите с Legacy настроек на экспоненту, то примерно такие значения я советую вам выставить, особенно если вы раньше играли на моих Legacy настройках. Эти настройки очень хорошо пашут и принесут вам удовольствие от набивания киллов. Далее Upshell демонстрирует свою игру на экспоненте, и я вам советую посмотреть это, чтобы ещё более проникнуться данной сенсой и понять, как она работает в бою. В свой перевод я это добавлять не буду, там с 10 минут геймплея, как я уже говорил ранее, я не хочу грузить вас пустой инфой, лишь бы ролик растянуть. Поэтому я лишь напомню, что на канале есть недорогая спонсорка, которая даёт кучу приятных ништячков, среди которых ранний доступ к видосам. Ну и как всегда, все полезные ссылки вы найдёте в описании. Спасибо за просмотр, с вами был Бора, пока! Субтитры создавал DimaTorzok